Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. В общем, проблема с мужем, которую я, конечно, сама позволила. Для меня в отношениях неприемлемо повышать голос друг на друга, ни цензурщина, и т.д. То есть для меня это как нож в спину, если близкий человек позволяет себе оскорбить тебя, так как к этому человеку я полностью доверяю свою жизнь как к себе. Но в наших отношениях я его быстро прощал, и как сейчас понимаю, что зря. Мы с ним недавно расписались, буквально неделя прошла, и он стал настолько неуважительно выражаться в мой адрес, что я просто теряюсь от неожиданности. Как он вообще может со мной так говорить? Я же его жена, а не девка с улицы, и как бы через время он не говорит, извини, а говорит, какого черта ты не берешь трубку, ты моя жена. Как мне его поставить на место и вернуть уважение к себе? Ну, если вы транслируете и демонстрируете такую позицию, что ваше уважение к себе зависит только от того, как к вам относится ваш муж, то, наверное, никак. Потому что мужчина прекрасно понимает и чувствует, если вы от него зависите. то есть если есть вот этот факт в зависимости вашей от, ну, него, то это чувствуется достаточно сильно и у мужа нет никакого основания относиться к вам по-другому, потому что так ему, видимо, видимо ему не 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 а не не по ряду причин по ряду причин легче и проще вот смотрите на мой взгляд вы попадаете здесь в определенную ловушку. То есть что это значит? Это значит, что вы пишите, что с одной стороны для вас в отношениях неприемлемо повышать голос и не цензурно выражаться. И я думаю, что подобное является результатом какого-то вашего опыта, то есть для вас почему-то это неприемлемо, почему-то вы делаете на этом ну, акцент, скажем так, да, вот, и очень важный момент заключается в том, чтобы понять, как вы, собственно, приходите к этому, как вы приходите к этому акценту. вот вот на мой взгляд это ну это ну это крайне важный момент если если вы, например, хотите в себе разобраться, вот это То, на что вы делаете акцент, ну, вот, является для вас неким, скажем так, ну, неким триггером, вот. И вот этот триггер желательно поисследовать. Дальше вы пишете, что очень быстро прощали своего мужа. То есть тут тоже такой получается довольно интересный момент. Вы говорите, что для вас неприемлемо, ну, какое-то поведение. А мужа вы прощали. То есть, опять же, не кажется ли вам, что здесь имеет место быть противоречия некоторым? Да. То есть, ну, если у вас имеет место быть определенные ценности. Да? Вот. Ну, что, в принципе, ну, что, в принципе, является, ну, логичным, да? Логичным является то, что у вас имеют место быть определенные ценности. Вот. То есть, это логично. То есть, это логично. Но вы их защищаете ли? А если вы их защищаете, то как вы это делаете конкретно? Да? Да. То есть. То есть. Как конкретно вы свои ценности обстоятельств? Вот. Если вы, ну, вы говорите, например, что там, ну, по свадеку, значит, ну, пресс-тили, да? Вы говорите, что, ну, вот, быстро очень прощали человек. И вот у меня к вам вот этот вопрос. Как происходило, ну, прощение, то есть, вы как-то, ну, принимали его, я имею ввиду, ну, мужчину, да? Вот. Или что? То есть, иными словами, вот, вопрос заключается в том, что вы конкретно делали для того, чтобы, значит, простить. Как вы сами говорите, простить мужчин. Дальше. Вы пишите о том, что, значит, для вас использование, вот, ну, нецензурных, да? Ваш адрес является предатством, вот. Такое описывается. И, потому что вы человеку доверяете, как вы говорите, значит, ну, полностью, вот. И для вас, для вас это как ночь в спину. Вот, опять же, здесь есть такой нюанс. Не растворяетесь ли вы в человеке таким образом? Вот. То есть, не сливаетесь ли вы с ним? Если вы с человеком сливаетесь, ну, вот, воедино, так скажем. И вот, как вы говорите, что доверяю ему как себе, вот, то это может быть основанием для, ну, для деструктивных, для деструктивного вектора отношений. Вот. Поэтому тут нужно, на мой взгляд, внимательно смотреть на то, что вы могли бы назвать доверием, да? А вот, что вы понимаете под доверием. И... Поисследовать. Не причиняете ли вы себе, допустим, ну, вред, ну, подобная история. То есть, доверием. Вот. Это важно. Дальше, вы говорите. Вы говорите о том, чтобы... Точнее, вы спрашиваете. А потом как поставить... Человека на место. Вот. Зачем вам ставить его на место? То есть, ну, это выглядит... Сейчас, да? Это выглядит так, что вы... На самом деле вступаете в войну. Вот. То есть, это выглядит на самом деле так, как будто вы боретесь с ним. А... Борьбой ничего не решите. А уважения вам, судя по тому, что... Прощая вы... Не особо замечаете, что конкретно... Вы прощаете. Уважения вам недостаточно... По отношению к самой себе. Вот. Поэтому, когда вы начнете уважать себя и более... Ценностно себя вести... Вот. Это изменит... Отношение к вам... Вашему... Вашему... Мужу. Вот. Кроме того... Важен контекст, в котором муж повышает на вас голос. То есть, сейчас... Вот. Вы говорите, что мы там распутались... Расписались... Недавно, да? Эээ... Важен контекст... Рост и си, контекст отношений, контекст... Того общего... Эээ... Что между вами есть. И если есть. То есть, я хочу сказать, что... Как... Организовывается... Ваше... Общение ваше... Контакт... Если... Угодно... Как это происходит? Если... Общего... Эээ... Между вами... Недостаточно... То есть, вот... То есть, вот... Эээ... Отношения носят... Такой... Знаете... Поверхностный характер. То... Конечно... Эээ... Ну... Мужчина будет... Опираться на... То, что вы... Жена... Ээ... Его... И так далее. То есть, это... Вот... Ээ... Само собой разумеется. И... Идея... Идея здесь... Заключается в том... Чтобы... Своего рода... Провести... Ревизию... Эээ... Эээ... С... Эээ... Значит... Со своим... Мужем. Вот. На мой взгляд, это важно. Как-то так. То есть, эээ... В целом... В целом... Вы, конечно... Производит впечатление у человека, который... Достаточно... Ну... Быстро, что ли... Эээ... Эээ... Идёт... По жизни... Эээ... И не... Эээ... Эээ... Придает... Эээ... Вероятно... Значение... Эээ... Пому... Что... С ним происходит... В его жизни. Вот. А... Это очень важно. Что здесь... Вы... Не обнимательны... К... Сами. Вот. Эээ... Ну... Вот. Вот. Эээ... 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 Ну... Внимательность... Если вы не проявляете... Ээ... Эээ... Ну... Ну... Внимат... Внимательность... Эээ... Эээ... К... Ну... К самой... вот, то к вам внимательность тоже проявлять не будут. Поэтому можно, конечно, ждать и ожидать, что мужчина просто возьмет и начнет относиться к вам. Так как вы хотите, но в первую очередь это, по крайней мере, на мой взгляд, ваша задача, то есть это ваша задача, скажем так, научить человека относиться к вам так, как вы достойны. От этого нужно показать ему, ну вот, примером. А вы пока что, получается, только обрадуетесь и сомневаетесь в своей, как мне показалось, ценности. То есть вот, ну, вы говорите, что, ну, я же не девка, да, с улицы и так далее. Вот, то есть как будто бы вы сомневаетесь, повторю. Вот, это очень, на мой взгляд, очень грустно, потому что. Совершенно точно заслуживаете вы, ну, больше, вот. Вот, по крайней мере, на мой взгляд. Поэтому работать необходимо с личными границами. Вот, значит, со страхами, если они имеют, ну, если они не имеют место быть, вот. И дальше уже смотреть. Смотреть, в каком направлении вы хотели бы двигаться. Ну, вообще. Вот. То есть, ну, в смысле, вот. Вернете вы уважение мужу. Да? К примеру. А, что ты дальше? Ну, ну, как дальше вы будете, ну, так к примеру, действовать? Что дальше будет в ваших отношениях? В какую сторону они будут засвиваться. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь.